Далее в программе. Спортивные успехи бобруйчан. Наши спортсмены завоевали 52 медали в Кубке СНГ по тай-квондо. Одна из старейших и красивейших улиц города, исторический променад по улице Пушкина. Продолжаем тему талантов. А они у нас не только в сфере вокала. Мы и на спортивном Олимпе не лыком шиты. Наши спортсмены завоевали 24 медали во втором открытом Кубке СНГ по тай-квондо. Вот так-то? Тайквондисты признаются. Да, ехали за медалями, были уверены в победе. Но такое количество – 5 золотых, 6 серебряных и 13 бронзовых медалей – удивило. Год назад с первого Кубка бобруйчане привезли одно золото и три бронзы. Нынешний успех превзошел ожидания. Это победа не только одного тренера, а именно всех вместе. Есть треугольник такой, да? Родители, тренера и спортсмены. И вот все это в гармонии помогло нам на этом турнире, серьезном турнире, очень престижном турнире, завоевать такое количество медалей и 5 золотых, 5 обладать Кубка мира. Те ребята заявали очень приятно, которые именно, как я говорю, сборная, те, которые ездят постоянно на международные турниры. И тем приятнее. И родителям, конечно, приятно, и всем нам. Отрадно, что за успехами бобруйчан наблюдал президент Международной федерации Тайквондо профессор Рионг Сон. Ни один турнир никогда не удоставился такой чести. Исключение составляют лишь чемпионаты мира и Европы. Глава федерации остался доволен и отметил, что хотел бы сделать Беларусь местом проведения чемпионатов мира. Сама же Беларусь порадовала организацией и гостеприимством. В том числе и по отношению к соперникам. Российские Москва и Самара увезли первых в два общекомандных места. Наша сборная удостоилась бронзовой награды. Час! Светлая! Поп! Хорошо. Это зал спортивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 3 города Бобруйска. Здесь преподают тагмандо. Тренировки проходят на корейском. Этот язык новички учат на первых занятиях. Поп! Поп! Бобруйские мальчишки и девчонки – те самые, кто побеждал на кубке в Минске. Один из обладателей золотой медали – это Ростислав Бабак. Пришел в этот вид спорта в 4 года. Сейчас 8. За это время освоил много приемов и стал обладателем Кубка Мира. Вот упражнения тоже такие интересные были. Потом все растягивался, папа меня тренировал дома. Вот и мне понравилось, и я тренировался. Чего хочешь добиться в спорте? Выиграть чемпионат мира. А где взрослый, да? Да. Наверняка о том же думает и Дима Сорокин. Год назад ему не повезло на кубке. Он сделал выводы, улучшил технику и вернулся, чтобы на этот раз стать чемпионом. Как побеждал соперника? Последний бой одними ногами почти. Много очков набрал? Я не помню. Еще один чемпион – Данила Динда. Он же один из самых опытных спортсменов. Помнит, как в 7 лет пришел в секцию, а его не взяли. Мол, вес маленький. Пришлось ждать. Ты направленно хотел попасть в Кайфану? Почему? Ну, не знаю, как-то с детства с друзьями ходил, нравилось. Потом пришел, и просто прям такое желание бешеное появилось. Загорелось такое. Оно того стоило. На кубке Данилу было не остановить. Я ехал только за победой. Ты хотел золото, а ты его получил. Сложно было? Да, было сложно. Ну, расскажи, как проходили бои. Ну, вроде так было все уверенно, все тренер говорил, все беспрекословно выполнял, и победа. Главное в Тайквондо – это умение защищаться, делая себя сильным не только в физическом плане, но и в духовном. В этом виде спорта чтят традиции, заложенные много веков назад, и после каждой тренировки обязательно соблюдают ритуал. В переводе с корейского это обозначает спасибо за тренировку. Я благодарю их, они благодарят меня. До свидания. Здравствуйте. До свидания. Мы прощаемся. До скорой встречи. Бобрусь, мы лучшие! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова